Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил и это канал Честный Блог. Сегодня мы с вами смотрим на часы, которые являются, наверное, самыми уникальными, которые вообще, в принципе, сейчас можно приобрести, тем более, что от известных брендов. Понятное дело, что если мы откроем Алиэкспресс, там будет масса всего, в том числе и дичь. Но вот чтобы какие-то реально серьезные бренды, типа компании Huawei, представили такие необычные часы, это прямо вау. Здесь внутри часов есть наушники. То есть вы нажимаете кнопочку, у вас открывается экран и ваши часы превращаются в футляр для наушников. Внутри у нас вот такие наушники в форме пулек, крепятся они магнитиком, звучат достаточно хорошо, могут коннектиться как к часам, так и к вашему телефону. Сами часы выглядят тоже очень интересно, особенно за счет того, что у них выпуклое стекло циферблата. В общем, компания Huawei в этом году действительно решила всех удивить, выпустив массу интересных часов. Если вы не слышали, что из себя представляет Huawei Watch Buds, давайте я вам расскажу. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Эти часы на российском рынке появились где-то весной 2023 года. Тем интереснее на них посмотреть сейчас, уже осенью, потому что, во-первых, прилетели апдейты, которые как раз таки принесли некоторые полезные изменения. Обычно, честно говоря, апдейты так прилетают, но непонятно, что происходит. А здесь есть прямо нововведение. Одно главное нововведение – это мультипоинт. То есть это функция, когда ты наушники, которые здесь внутри, можешь одновременно приконнектить к двум разным устройствам. Может быть, даже к трем. Так вот, изначально этой функции не было. И наушники, которые здесь внутри находятся, они могли коннектиться, ну, только к одному устройству. Ну, в данном случае, соответственно, к часам. Но после того, как прилетели обновления, теперь вы можете коннектить их как к часам, так и, например, к смартфону одновременно. Причем, что касается цены, здесь тоже интересная ситуация, потому что на старте все это было в районе 40 тысяч рублей. Сейчас, если открыть Google, мы найдем варианты за 35 тысяч. Но, конечно же, один из самых недорогих вариантов есть у моих друзей компания Цифрус. Я внизу оставляю ссылочку, переходите, посмотрите. Эти часы на момент записи ролика стоят 28 тысяч, ну, почти 29 тысяч рублей. У Цифрус вообще много всяких разных часов. Хотите Samsung, Apple Watch или Huawei Watch, пожалуйста. Все это есть у ребят, доставка за пару дней по всей России. Плюс, если вы перейдете по ссылочке, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Ссылка внизу. Итак, друзья, мы имеем уникальные часы, которые являются корпусом для ваших наушников. Здесь сразу решается несколько вопросов. Первое. Если вы постоянно носите с собой кейс для наушников, теперь вам не нужно это делать, потому что у вас наушники находятся внутри этих часов. То есть вы, ну, как минимум, кейс не потеряете. Следующий момент, который появляется, это, конечно же, вау-эффект. Потому что, когда вы перед друзьями откроете вот эти часики и достанете оттуда наушники, все, конечно же, подофигеют. Ну, вот реально это так. При этом, я думаю, знаете что, если вы придете на какое-нибудь свидание, и девушка будет вас видеть в первый раз, а вы откроете часы и достанете оттуда наушники, она может подумать, что у вас не все хорошо с головой, потому что она привыкла к тому, что такого не бывает. Так что тут главное с вау-эффектом не переборщить. Но в целом, идея, конечно же, очень прикольная. Но всегда есть компромиссы, да, и исходя из того, что у нас внутри здесь наушники, соответственно, чего-то у нас, наверное, не стало. И не стало у нас нескольких вещей. Первое, это у нас уменьшился аккумулятор, потому что здесь аккумулятор на 420 мАч. Это означает, что он меньше примерно на 10%, чем обычные аккумуляторы. Так как эти часы имеют еще внутри наушники, соответственно, эти же наушники будут транжирить ваш аккумулятор. Поэтому, если вы будете пользоваться часами, а еще будете параллельно пользоваться наушниками, странно будет, если вы ими не будете пользоваться, потому что вы же купили все это в комплекте, то у вас часы будут, ну, грубо говоря, в два раза быстрее терять аккумулятор, потому что вы постоянно будете подзаряжать ваши наушники. И другого способа подзарядить наушники не существует. Поэтому вы всегда будете открывать крышку ваших часов. Причем, знаете, есть инструкция, где указано, что когда вы обратно засовываете наушники, их обязательно прикреплять именно к верхней крышке, к магнитам, а вот не к тем углублениям, куда потом они погружаются. Сказано это потому, что вы, грубо говоря, вашими руками можете использовать те коннекторы, при помощи которых происходит зарядка этих наушников. Так что, обратите внимание. Ну, так вот, по аккумулятору у нас, соответственно, будет просадка по сравнению с другими часами, например, компании Huawei. Понятное дело, что у Apple Watch и Samsung там все понятно. Полтора дня работают и все. Здесь с ними сложно соревноваться в отсутствии автономности. Но с другими Huawei, вот я, например, хожу с Huawei Watch Ultimate, либо в этом году выходили 4 Pro, совсем скоро выходит GT4. Обычно Huawei часы работают, знаете, там дней по 7, по 10 и так далее. Здесь, если вы активно пользуетесь как наушниками, так и часами, то 3-4 дня активного и можно смело подзаряжать. Понятное дело, что 3-4 дня это тоже хорошо, но так или иначе. Еще чего лишились эти часы, это полноценная влагозащита. То есть в них нельзя купаться, не рекомендовано в них погружаться в бассейн, принимать душ и так далее. Также в разделе тренировок у нас пропали здесь все тренировки, касающиеся плавания. То есть это еще один момент, которого лишились эти часы. И я бы сказал, что кто-то может уже в этот момент напрячься, потому что он хотел бы иметь полную влагозащиту. Мало того, я бы сказал так, мы привыкли к тому, что часы, фитнес-трейкеры и все остальное, оно влагозащищено. В них можно купаться и так далее, а здесь этого нет. И сами, кстати, наушники, они тоже не имеют, естественно, влагозащиты. Они имеют влагозащиту IP54. Это если вы вдруг вспотеете, когда будете заниматься спортом, то с ними ничего не случится. Но если вы окунетесь в бассейн, то как бы до свидания. В каждом наушнике, кстати, аккумулятор на 30 мАч, и ваши наушники максимально смогут проработать примерно 4 часа от одного заряда. Плюс у нас здесь еще есть активное шумоподавление, поэтому если вы его включаете, у вас наушники будут работать еще меньше. То есть примерно 3 часа с включенным шумоподавлением, 4 часа без. Управление шумоподавлением и всеми остальными функциями осуществляется при помощи вашего смартфона. Кстати, напомню, что часики от компании Huawei отлично работают как с айфонами, так и с андроидами. Единственное, что у айфонов есть небольшие ограничения. Но в любом случае и туда, и туда ставите приложение Huawei Health, Huawei здоровье, и будет вам счастье. Кстати, напомню, что если вы пользуетесь не Huawei смартфоном, вот у меня Mate 60 Pro, а каким-нибудь другим, то вам нужно устанавливать приложение Huawei Health не из Google Play, который там есть, но там старая версия, поэтому она не будет коннектиться с вашими новыми устройствами. Нужно обязательно зайти просто в Google, написать Huawei Health, и пойти на официальный сайт Huawei, и оттуда скачать уже приложение. Либо скачать его из AppGallery. Это магазин компании Huawei. Вот там будет последняя версия, которая будет полноценно работать. Но будут небольшие ограничения, если вы используете айфон. Есть еще моменты, кстати, которые эти часы потеряли, в связи с тем, что у нас внутри есть наушники. Здесь выпилено все, что связано с сердцем. То есть здесь нельзя измерять ЭКГ, здесь нет анализа пульсовой волны и жесткости артерий. То есть вот эти вещи, касающиеся диагностики сердца, здесь их нет. Причем в большинстве современных часов они как раз и присутствуют. То есть по сути у нас есть здесь сон, стресс, кислород в крови, ну и пульс, соответственно. В целом, конечно же, большинству людей этого хватает. Но так или иначе вы должны знать, что здесь есть определенные нюансы. Кстати, еще один нюанс, который мне тоже не очень сильно нравится. Эти часы поставляются исключительно с кожаным ремешком. Я не люблю кожаные ремешки. Помимо того, что они вот немножечко заламываются и со временем приходят в негодность, мне в принципе не очень нравится. Плюс мне нравится больше, знаете, такой спортивный вид. Поэтому, конечно же, лучше использовать силиконовые ремешки. Но тут кому как больше нравится. Самое главное, это то, что сюда подходят абсолютно любые 22-миллиметровые ремешки. Поэтому заходите на какой-нибудь сайт, там, Алиэкспресс или еще куда-нибудь, и заказывайте по 100-200 рублей себе. Классные ремешки, будет вам счастье. Технически сами часы, конечно же, очень прикольные. Во-первых, они из нержавеющей стали. Во-вторых, у нас сверху немножко выпуклое стекло. Правда, это выпуклое стекло диагональю 1,43 дюйма. Легко разбить, если вы не очень аккуратны. Если вы ходите таким образом, что ваши руки постоянно что-то задевают, то здесь нету безеля, который защитит ваши часы. Поэтому вы их можете разбить. Будьте осторожны. Олеофобное покрытие классное. Жир легко стирается, и пальцы перемещаются по экрану хорошо. Разрешение экрана 466 на 466. Это 326.9. Вообще, к экрану вопросов никаких нет. Он традиционно, Huawei, очень хороший. Здесь Bluetooth версии 5.2. Есть встроенный GPS, и есть Huawei Pay. Правда, Huawei Pay работает на территории России только буквально там с тремя банками. Вся система работает на Harmony OS версии 3.1. Сами часы достаточно массивные, но в целом окей. 67 грамм они весят, но они достаточно высокие. 15 миллиметров. Хотя я могу сказать, что лично этого особенно не ощущаю. Да и в принципе, я обычно ношу достаточно большие часы. Так что для меня это только в плюс. Мне нравится, когда большие часы находятся на руке. Сама система, кстати, работает очень плавно. Вопросов никаких нет. Я не знаю, сколько здесь Grand Geert, но, наверное, 60, потому что и анимация, и все остальное, переходы, все достаточно плавно. Вопросов никаких нет. Ни потуплива, ни ничего. Прям приятно очень пользоваться часами. В принципе, я могу сказать так, что у компании Huawei уже пару лет как с этим вопросов никаких нет. Вот до этого были топ-часы у Huawei. Они как бы подтормаживали. Ну, реально, анимация была такая немножко дерганая. Сейчас прям все хорошо. Пару лет вообще вопросов никаких нет. А еще мне нравится, знаете, что они такие полностью черные, такие стильные, как Man in Black. Кстати, если у вас смартфон от компании Huawei, то когда вы возьмете эти часы и активируете, то у вас автоматически происходит сопряжение. То есть вам не нужно запускать каких-то дополнительных программ, потому что они друг друга находят. Это очень хорошо. И знаете еще, что прикольно? У этих наушников есть свои особенности. Я бы сказал так, уникальные особенности, которых нет у других. Ну, например, то, что здесь нет правого и левого наушников. То есть вы можете взять абсолютно любой, вставить в любое ухо. И самое главное, что буквально через пару секунд, когда вы сделаете несколько движений головой, у вас происходит автоопределение. Система определяет, где правый и левый наушник, и вам девушка об этом голосом приятным сообщает. Также прикольный момент касается управления. Я первый раз вообще с таким сталкиваюсь. Тебе не обязательно управлять этими наушниками и касаниями. То есть ведь у нас наушники очень маленькие, да? Вы их достаточно глубоко вставляете в свое ухо. Вообще, конечно же, это такой интересный момент. Моя супруга абсолютно не любит наушники, которые нужно вставлять в уши. Она любит вкладыши. Поэтому для нее такой вариант совершенно неприемлемый. Я хорошо отношусь к вставлению. Ну, как бы странно было бы иначе. И поэтому мне комфортно, когда вот эти наушники находятся вот там глубоко. Но управлять ими действительно очень сложно, потому что они реально маленькие. И компания Huawei придумала следующий способ. Вам надо просто постучать по ушной раковине. Прикиньте, просто по ушной раковине стучите пару раз или три раза. Есть как раз-таки вот такие махинации. Два раза постучали, три раза постучали. И у вас получаются разные результаты. Это очень прикольно. Я никогда не встречался с таким управлением. Но самое главное, что оно работает. Правда, нужно, конечно же, научиться вот этим постукиваниям. Потому что далеко не всегда ты получаешь нужный результат. Но поэкспериментировав, попробовав и попрактиковавшись, у тебя в итоге получается то, что тебе нужно. Короче, это прикольно. Да, наушники, кстати, из ушей просто так не вываливаются. Находятся там достаточно глубоко. Сидят там хорошо. Плюс у вас есть сменные амбушюры, вы их можете менять. Когда занимаетесь спортом, тоже проблем никаких нет. Но единственный момент, когда все-таки они чуть-чуть выезжают, это если вы в этот момент едите что-нибудь или жуете жвачку. Тогда у вас уши постоянно шевелятся и плавненько, потихонечку, по крайней мере у меня, не знаю как у других, эти наушники чуть-чуть, да, и выезжают из уха. Ну а если вы эти черные наушники, не дай бог, потеряете, они у вас выпадут где-то на земле. Скорее всего, вы их уже не найдете. А если вы их, соответственно, не найдете, каким образом вы будете покупать себе второй наушник, это как бы еще одна проблема. Сами наушники, кстати, наверное, одни из самых маленьких, которые я, в принципе, видел в жизни. И весят они всего лишь по 4 грамма. У них есть активное шумоподавление, они понимают, где правое, где левое. У них, конечно же, есть встроенные микрофоны, но, честно говоря, микрофоны работают так себе. Ну, очевидно, да, если у нас наушники находятся глубоко в ухе, то и с чего вдруг микрофон там будет хорошо. Что касается самих часов, это традиционные Huawei часы, с традиционными циферблатами, со стандартным управлением. Когда мы сверху опускаем вниз шторку, у нас там появляются все быстрые переключатели, которые вы можете пользоваться. Настройки у нас также есть. Справа на лево мы перемещаемся, у нас происходит смена виджетов, которые мы сами можем определять в приложении. Также в приложении мы можем определять те программы, с которых будут приходить уведомления на ваши часы. И, к сожалению, с этих часов особенно вы не поотвечаете на входящие сообщения. Да, у них еще, кстати, нет ни микрофонов, динамиков. И это тоже не очень хорошо, потому что часто за эти деньги все-таки это все есть. И если вы будете разговаривать с человеком через часы, то тогда только через часы плюс ваши наушники. Также сбоку у нас есть кнопка. Я про нее ничего не сказал. Она, в принципе, традиционная. Либо она возвращает вас в основное меню, либо она как раз включает меню всех приложений, которые вы можете установить. Кстати, сюда можно установить чуть-чуть приложений, но в целом эти часы можно больше, наверное, назвать таким умным фитнес-трекером, нежели полноценными часами. Еще один момент, который стоит обратить внимание, в целом вот эта кнопка, которая внизу находится, ее просто так не нажать. Но при этом есть интересный эффект. Если вы возьмете ремешок и начнете его поднимать, он нажмет на эту кнопку. Соответственно, у вас откроются часы. По большому счету в процессе использования у вас такого никогда не происходит, но с другой стороны, будьте внимательны. Часы могут случайно открыться. Что касается звучания самих наушников, я бы сказал, что нормально. Знаете, это не просто затычки, которые сюда установили ради вот прикола, типа у нас часы с наушниками. Нет, наушники звучат хорошо, достаточно громко. Мне вот хватало во время использования. Но допускают, что, конечно же, это не самое лучшее звучание. И в целом, если вы хотите именно полноценные наушники, то эти, скорее всего, вам не подойдут, потому что лучше тогда брать какие-нибудь... Ну, я, например, рекомендую OnePlus Bass Pro 2, например. Или от компании Huawei есть классные наушники под названием FreeBuds 5i. Можно там Samsung-овские Galaxy Buds, Pro 2 купить и так далее. В общем, есть нормальное количество наушников, которые можно приобрести. Да, у Realme, кстати, вот классные тоже наушники под названием Realme Buds 5 Air Pro. Но для повседневного использования, конечно же, этих наушников вам хватит. Они... их можно использовать, естественно, как гарнитуру. То есть вам не обязательно, чтобы оба наушника одновременно использовались. И там внутри есть также датчики, поэтому если вы наушники достаете, музыка останавливается, наушники засовываете, музыка продолжает звучать. Но в целом, друзья, что можно сказать? Вот такие часы за 28-29 тысяч рублей. Интересно, что инженеры предложили, а маркетологи сказали, хорошо, дали добро. Интересно, что на рынке появляется вот такой продукт, которого нет больше ни у кого. То есть с точки зрения технических решений здесь прикольно. Я бы для себя такие часы, честно говоря, не купил, потому что мне кажется, что за 30 тысяч рублей я хотел бы, ну, немножко большего функционала от этих часов. И я бы купил себе какие-нибудь про-часы. Либо от Huawei, либо от... Нет, Samsung не покупал бы, потому что они живут полтора дня. Но вот какие-нибудь другие Huawei-ские часы вообще можно было бы легко купить. А можно было бы Amosfit, например, купить, GTR 4 или еще что-то. В общем, вариантов масса. И я бы купил себе вот Amosfit GTR 4 и вот наушники отдельно. И мне как бы было бы хорошо. Но это как бы мое мнение. Я уверен, что есть люди, которые посчитали, что этот продукт прикольный. Ну, собственно, я скажу, что он прикольный. Просто как бы немножко не мое. Собственно, на этом все, друзья. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Очень надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Не болейте, всем счастливо и пока.